Всем хорошие приветики, меня зовут Таня, вы на моем youtube канале о DIY творчестве и дизайне. Сейчас продолжаю делать ремонт в своей квартире и в предыдущих видео мы своими руками собрали кухню с нуля, а также я навела порядок в ящиках самостоятельно, сделав удобные и простые органайзеры. Теперь у меня есть прекрасная зона для готовки, но мне негде кушать эту приготовленную еду, а потому сегодня мы займемся обустройством обеденной зоны. И знаете, несмотря на то, что кухня стала первым пространством, в котором я начала делать ремонт, долгое время у меня не было возможности нормально готовить себе еду. А из-за большой загруженности у меня иногда не хватало времени элементарно даже в магазин сходить. И в этом случае меня очень сильно выручала магнит доставка. Ведь ты можешь выбрать товары из огромного ассортимента магазинов магнит и магнит косметик. И при этом тебе совершенно не стоит переживать за качество продуктов, ведь сотрудники магнит доставки соберут корзину так, как будто бы ты сделал это сам. А если вдруг какого-то товара не окажется в наличии, то они обязательно свяжутся с тобой и согласуют альтернативный вариант. А курьер привезет все прямо к двери к удобному для тебя времени в течение часа. А также ты можешь получить бесплатную доставку при заказе от 500 рублей. Ну а как мы с вами знаем, набрать в магазине на 500 рублей ну очень просто. Но по такому случаю у меня есть для вас промокод на скидку аж 25% при заказе от 1000 рублей через приложение. Экономьте свое время и совершайте покупки прямо из дома с помощью магнит доставки. Ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Вот таким образом моя обеденная зона выглядит сейчас. Стул является экспериментом моей молодости, а когда-то купленная столешница установлена на совершенно ненадежные самодельные ножки. Также еще одной из причин переделки стало ее покрытие. Вот вам кусочек АСМР. Думаю, звуки говорят сами за себя. Уж не помню, каким таким лаком она была покрыта, но на сегодняшний день поднять что-либо с этой столешницы без характерного звука просто невозможно. К ней липнет абсолютно все. Будь то лист бумаги или горячая кружка с чаем. И пришло время это исправить. Первым делом избавляемся от ножек. Когда-то мне казалось, что я придумала гениальную конструкцию по креплению съемных ножек, которые в любой момент можно отстегнуть, чтобы при необходимости сложить и убрать стол. И выглядела она вот таким образом. К уголку с помощью болта и барашковой гайки крепилась ножка. Какое-то время эта конструкция даже работала должным образом, но вскоре показала свою полную несостоятельность, когда ножки начали болтаться как на шарнирах. Не делайте так. Теперь, собственно, снимаем уголки. И переходим к ошкуриванию столешницы. Честно, я думала, что избавиться от лака будет намного проще. Но в итоге потратила на его удаление ни один час и ни один шлифовальный диск. В итоге, спустя день работы, я перехожу к тонировке столешницы. На ее обратной стороне у меня уже имеются различные выкрасы от предыдущей покраски. А потому пришло время пополнить эту коллекцию новыми. Я купила на пробу пару морилок разных производителей в оттенках дуб и палисандр. Делаю выкрасы и оставляю сохнуть. По итогу, когда оба выкраса высохли, мне не понравился ни один, ни другой. Дуб оказался слишком бледным, а палисандр отдавал в зеленый. А потому я решила смешать их между собой и получился вот такой неплохой оттенок. После чего я покрываю им всю столешницу. Вот так выглядит первый слой. И как вы можете заметить, высохшая часть очень сильно отличается от еще не просохшей. Мне она показалась очень светлой, а потому я решила покрыть столешку вторым слоем. Когда столешница хорошенько просохла, я наношу финишное покрытие. Только в этот раз это будет не лак, а масло. Для этого я беру кусочек фетыши, смачиваю в масле и прохожусь по поверхности. Вы только посмотрите, как сразу заиграла текстура дерева. Только обязательно работайте маслом в хорошо проветриваемом помещении. После нанесения я на двое суток выставила свою столешницу проветриваться на лоджию. Запах был невыносимый. А для того, чтобы придать дереву приятную гладкость, я уже вручную прохожусь по всей поверхности мелкой зернистой наждачкой, убирая поднявшийся после масла ворс. Самое время поставить на место ножки. Для начала я прикручиваю вот такие металлические основания, на которые будут накручиваться ножки. Да, я решила не отказываться от идей со съемными ножками и заказала вот такие на одном из маркетплейсов. Внутри каждой ножки находится вот такой винт, с помощью которого ее легко можно прикрутить к основанию, а также снять при необходимости. Также на каждой ножке есть дополнительные регулировщики высоты. Считаю это очень удобно. Пришло время затестить стол и поставить его на место. Ииии... тут я поняла, что мне совершенно не нравятся хромированные ножки. Сейчас такие есть и в черном цвете, но на момент заказа их не было в наличии. Я заказала то, что было, а потому я решила перекрасить их самостоятельно. Обезжирила, покрыла черным грунтом и в завершении окрашиваю черной краской с матовым финишем. И да, при ошкуривании и окрашивании аэрозолями защищайте органы дыхания. Не будьте как я. После того, как краска высохла, я возвращаю ножки на свои законные места. И немножко помучившись, устанавливаю стол. Остается лишь подрегулировать каждую ножку и можем двигаться дальше. А вот так выглядит мой стул. Сейчас его внешний вид, конечно же, не соответствует моим вкусовым предпочтениям, а потому пришло время это исправить. И первым делом я решила избавиться от голубой краски. В данном случае это эмаль. И с ошкуриванием я бы просто замучилась, а потому я нагреваю краску при помощи фена и потихоньку снимаю ее шпателем. Но тут очень важно соблюдать температурный режим. Не догреешь, краска не снимется. А перегреешь, и она начинает поджариваться и жутко вонять. И спустя пару дней работы я все-таки избавилась от этой синевы. И теперь можно зачистить остатки шлифмашинкой. Очень, конечно, не советую делать это в квартире, но у меня не было других вариантов. А потому просто закладываю себе еще один день на уборку. Для начала я прохожусь по всем плоскостям орбитальной машинкой. У нее больше площадь, и она мощнее. А затем небольшой дельта, который очень удобно зачищать углы и различные труднодоступные места, с которыми вручную я бы провозилась лет сто. А тут пара минут, и готово. Но все-таки кое-где остались места, куда машинка просто не способна добраться, и их приходится шлифовать вручную. Ну и напоследок избавляюсь от красной краски. Это был акрил. Его совсем не обязательно греть, слой достаточно тонкий, и с ним легко справляется шлифмашинка. Вообще вся эта процедура избавления от красок напомнила мне мои эксперименты с волосами. Когда покраситься в какой-либо цвет, расплюнуть, а вот вернуться к своему натуральному, ну очень сложно и долго. После ошкуривания мне захотелось слегка затонировать стул. Данная морилка очень слабо пигментирована, в сыром виде цвет выглядит насыщенным, но когда высохнет, придаст лишь легкий оттенок. И как в случае со столешницей, покрываю стул маслом. Больше никаких лаков. Ну а теперь пора преобразить и сиденье. К слову, раньше сиденье на этом стуле было обтянуто черно-белым леопардом, а уже потом без моего участия сменилось на эти листочки. Сейчас ткань на нем в хорошем состоянии и сиденье достаточно неплохо обтянуто. А потому я оставлю ее на месте. Дело в том, что я не хочу перетягивать сиденье цельным куском ткани, а хочу создать имитацию плетения. А потому мне в любом случае необходим промежуточный слой между поролоном и плетением. И для начала я снимаю все размеры с помощью сантиметра и выбираю ширину ленты, которая меня устроит. Затем переношу данный размер на ткань. Кстати, лучше шириной ленты постараться подогнать под размер сиденья, чтобы получилось максимально симметрично. Я этого не сделала, в чем вы позже сможете убедиться. Но, как говорится, хорошая мысля. А тем временем я нарезаю необходимое количество лент. Вы скажете, можно было бы взять стропу, но дело в том, что стропы более плотные и упругие, а мне в данном случае это не на руку. Да и необходимое количество метров обошлось бы в копеечку, в отличие от ткани, которая по внешнему виду их очень напоминает. Теперь я начинаю прикалывать стропы лицевой стороной вверх, после чего переворачиваю сиденья и закрепляю их с другого конца. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, собственно, перехожу к самому плетению. Теперь мне остается лишь закрепить все поперечные ленты и аккуратно закрыть углы. Думала, думала, как это сделать, ведь это не цельный кусок ткани, который можно заложить в складки. Ну и не придумала ничего лучше, чем закрепить все горячим пистолетом. Да, в любой непонятной ситуации использую горячий пистолет. Осталось лишь срезать лишнюю ткань и можно устанавливать сиденье на место. Для кого-то подобные решения могут оказаться слишком простыми, но данная зона предполагается как временная, потому что в будущем у меня на это местечко большие планы, о которых вы, конечно, узнаете, но попозже, так как я хочу наконец-то заняться обустройством ванной комнаты. А потому обязательно подпишись на мой канал, если еще не подписан, чтобы не пропустить следующее видео. Если ты досмотрел это видео до конца, то желаю тебе прекрасного дня и до скорой встречи! До встречи! Пока!